МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ОРТ вечерний выпуск программы новости дня в студии Максим Самойлов. Здравствуйте. Спонсор программы компания Суперстрой. Все для строительства и ремонта. Цемент от лучших заводов-изготовителей, металлопрокат, сотовый поликарбонат, сухие смеси, кирпич и многое другое. Суперстрой. Доверяй качеству. Телефон 66-45-45. Теперь к новостям. В начале выпуска коротко о главном. Сообщение о заминировании. По всей стране срочная эвакуация. Телефонные террористы атаковали и Оренбург. В день памяти жертв Великой Отечественной сотни оренбуржцев возложили цветы к вечному огню. По рельсам истории. С четырех станций области отправились ретро-поезда. Подарок погоды. Какую температуру прогнозируют на 9 мая. Не могут вернуть деньги. Вкладчики семейной копилки атакуют офисы компании. Предстанут перед судом. Участникам вооруженного нападения на предпринимателя грозит до 12 лет заключения. Сегодня по всей стране прокатилась волна заминирований. В десятках торговых центрах и учреждениях прошла срочная эвакуация. Не обошла она и Оренбург. В дежурную часть сообщили о том, что в ряде объектов областного центра находятся взрывные устройства. На место незамедлительно выехали все экстренные службы. Подробности расскажет Наталья Мороз. Территория вокруг торгового центра оцеплена. Персонал и посетители эвакуированы. Сейчас здание обследуют спецслужбы, в том числе кинологи. Они как раз и ищут тот самый взрывоопасный предмет. По словам очевидцев, они находятся здесь, возле торгового центра, уже не первый час. Сказали, что у нас там тревоги. По тревоге вывели нас. Объявили паразию, мы вышли. Просто сработала сигнализация пожарная. Просьба покинуть помещение. Все вышли на улицу. Вот стоим неизвестно. На месте все экстренные службы. Таковы правила. Дежурит пожарный расчет и бригада скорой помощи. Силовики внутрь помещения никого не пускают. Просят оренбуржцев соблюдать дистанцию, не подходить близко к зданию. Подобная картина и у другого торгового центра. Сигнальной лентой огорожен въезд на территорию. Люди в основном это сотрудники магазинов в томительном ожидании. У нас сработало оповещение о том, что нужно срочно покинуть здание. Причина не озвучена. Мы покинули здание. Оренбуржцы сообщают об эвакуации в других торговых комплексах. Все здания были проверены оперативными службами. По данным полицейских, никаких опасных предметов ни в одном из них найдены не были. Сейчас устанавливается личность тех, от кого поступили тревожные сообщения в дежурную часть. Отметим, что вложные звонки, к сожалению, повторяются все чаще и чаще. В начале года вне дворе правоохранители получали информацию о минировании 11 зданий в областном центре. Но тогда эта информация тоже не подтвердилась. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, наказание, лишение свободы вплоть до 5 лет. Но сегодня не только для оренбургских спецслужб выдался напряженный день. Волна сообщений о минировании прокатилась по всей стране. В Барнауле силовикам пришлось проверять 12 торговых и бизнес-зданий. Аналогичная ситуация в Перми, Хабаровске, Екатеринбурге, Якутске. Массовая эвакуация прошла и в столице. В Москве заминированы около 40 объектов, но все сообщения оказались ложными. Наталья Мороз, Семен Воробьев, Новости дня. О других происшествиях расскажем далее. А сейчас к официальной хронике. Сегодня день памяти жертв Великой Отечественной. В этот день принято вспоминать все тех, кто не дожил до окончания войны. В памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений на проспекте Победы областного центра, установлен мемориал и зажжен вечно огонь. По традиции, живые отдают погибшим дань уважения и скорби. Каждый год за день до очередной годовщины победы к подножию мемориала приносят цветы. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Наступает минута молчания. В изложении цветов приняли участие сотни оримбуржцев. Это ветераны воинской службы, труженики тыла, сотрудники предприятий и организаций города, члены регионального правительства. Возглавил церемонию временно исполняющей обязанности губернатора Денис Паслер. После чего он почтил память бойцов, умерших от ран в госпиталях. На кладбище за мемориалом Победы установлен памятник на месте их братского погребения. Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Затем церемония возложения цветов в память о погибших на фронтах Великой Отечественной прошла в музее под открытым небом «Салют Победа». Это место является главным символом участия Оренбуржья в войне и его вклада в разгром врага. Сразу после Денис Паслер посетил Оренбургский госпиталь ветеранов-воин. Временно исполняющий обязанности губернатора поздравил пациентов с наступающим праздником и пожелал им крепкого здоровья. Игорь Германович Аухтун до войны окончил летное училище. Ушел на фронт из Мурманска в 41-м и победу встретил в строю. Был пилотом бомбардировщика Пе-2. Дважды ранен, имеет боевые награды. В свои 97 лет на здоровье особо не жалуется. Вспоминает боевую работу летчика. Всю войну прошла и Мария Иосифовна Попова, пекарь из Оренбурга. В мае 41-го в возрасте 19 лет пошла на службу добровольцем. Участвовала в боях под Сталинградом в составе прожекторного зенитного дивизиона. Имеет ранения. После войны до самой пенсии работала на Оренбургском хлебозаводе. Мы обеспечивали весь город. Я и жила там, можно сказать, ночь-полночь мне вызывали. Чтобы каждый магазин, каждый покупатель был доволен нашим. Молодцы. Еще раз поздравляю с наступающим праздником. Дай Бог вам здоровья. По всей стране идут приготовления к парадам и торжественным маршам. Оренбург не исключение. В День Победы в областном центре пройдет бессмертный полк. В шествии принимают участие представители разных поколений. В этом году шествие начнется ровно в 7 вечера на проспекте Победы. О том, как идет подготовка к акции, расскажет Елена Юремина. В руках Светланы Беловой портрет прапрадеда по линии матери. Василий Кулаев участвовал в военных действиях. Умер в послевоенные годы, когда спас ребенка Стифом. Сегодня праправночка чтит подвиг родного человека. Каждый год она присоединяется к торжественному шествию. Бессмертный полк. Этот раз не исключение. В День ты ощущаешь связь со всеми людьми, которые идут. У каждого, получается, родственник погиб на войне. Каждый понес потери. И как раз вот это сплочение очень ощущается в бессмертном полку. Главный атрибут бессмертного полка – штендер с портретом участников войны. Ведь только зная своих героев в лицов, можно сохранить память на долгие годы. Настоящий ажиотаж в фотосалонах признаются специалисты за две-три недели до события. Несколько сотен горожан обратились только в одну организацию. Помимо фотографий были такие случаи, что где воевал годы именно. И даже были такие случаи, что какие-то слоганы той дивизии, которая тогда была. Впервые бессмертный полк в Оренбурге состоялся в 2014 году. Тогда почтили память героев войны в шествии всего несколько сотен человек. Уже в 2017-м их количество стало рекордным. Сказать спасибо за жизнь защитникам Родины вышли 40 тысяч оренбуржцев. В 2018-м участников акции стало еще больше. Сохранить память героев, защищавших Родину. Бессмертный полк стал традицией для оренбуржцев. Из года в год в нем принимают участие тысячи горожан. И в этот раз по улицам с портретами близких пройдут те, для кого победа не пустое слово, а настоящий подвиг. На время шествия город буквально замирает. Скорбь о погибших и одновременно гордость за победу. В организации бессмертного полка задействованы все силы. Среди тех, кто всегда на чеку, и волонтера. На каждом пятом метре у нас стоит волонтер, который контролирует безопасность прохождения колонны. Для меня как волонтеру это не просто принять участие в каком-то мероприятии, собрать людей, пройтись по улице, а прежде всего это отдать дань, память нашим героям. Более 400 тысяч оренбуржцев ушли на фронт в 41-м. Не вернулись с полей сражений 185 тысяч. Память о них будет жить, пока есть те, кто хочет знать своих героев лицом, кто готов встать в ряды бессмертного полка. Елена Еремовна, Владислав Горбунов. Новости дня. Путешествие по рельсам истории. Уникальный поезд сегодня провожали с железнодорожного вокзала Оренбурга. Его пассажиры – ветераны Великой Отечественной и Труженики Тыла. Традиционно маршрут Победы провожают десятки человек, в их числе и мои коллеги Ольга Энгельс и Георгий Бурлуцкий. Одновременно ретро-поезда стартуют по четырем маршрутам со станций Челябинск, Курган, Оренбург и Орск. Его пассажиры – участники Великой Отечественной войны и Труженики Тыла. Под стук колес ветераны по традиции вспомнят о военных годах. Николай Кочкин с 42-го года работал на железнодорожной станции. Тогда 14-летний мальчишка ремонтировал поезда. На паровозах ремонтировал турбинки. Там такой есть агрегат, который свет делает на паровозе. Вот эти турбинки ремонтировали. Так работал и спали тут. И не получал зарплату. Он не знал, что зарплату платят. Мама ходила, получала. Духовой оркестр, провожающий торжественные речи на перроне. Отправка ретро-поезда стала традиционной. Это особенная акция для оренбуржцев. Этот вокзал провожал солдат на фронт и встречал победителей. В адрес ветеранов слова благодарности за мир и свободу. Очень важно, чтобы память не только сохранялась теми, кто участвовал в этих событиях, людьми старшего поколения. Особенно передавалась память молодому поколению. И именно акция «Ретро-поезд», которая проводится уже в 11-й раз, является главным инструментом сохранения этой памяти. Во главе состава паровоз, настоящая машина времени, прототип той техники, что тянула эшелоны по дорогам войны. Он всего на 9 лет младше Великой Победы. Для нас это уже вроде тяжелая, поездку сделать на поезде. Поэтому многие уже отказались. Поезд победы, можно сказать, надо его запомнить на всю жизнь, съездить, пока есть возможность. Поезд отправляется маршрутами победы. Ветераны проедут в 11-й раз. Впереди их ждут остановки и торжественные встречи в Новосергиевке и Ковандыке. Ольга Энгельс, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Прямо сейчас короткая реклама, после которой вернемся в студию и продолжим. Вот о чем расскажем во второй части программы. Подарок погоды. Какую температуру прогнозируют на 9 мая? Не могут вернуть деньги. Вкладчики семейной копилки атакуют офисы компании. Предстанут перед судом. Участникам вооруженного нападения на предпринимателя грозит до 12 лет заключения. Вы смотрите Новости дня. Мы продолжаем. В рамках празднования 74-й годовщины Победы запланирована насыщенная программа. Откроет ее по традиции торжественный парад. Он начнется в 10 утра на площади имени Ленина. Увидеть парад Победы в Оренбурге можно будет и на нашем телеканале. На ОРТ в ровно в 10 утра стартует прямая трансляция шествия. Земли из воздуха. Съемочные группы покажут лучшие моменты митинга. В режиме реального времени за торжественными мероприятиями можно будет следить и на нашем официальном сайте media56.ru, а также в группах в социальных сетях. Продолжится празднование в мемориальном комплексе «Салют Победа». В 12 часов каждый желающий сможет попробовать солдатскую кашу. В 13.00 на углу улицы Орской проспекта Победы откроется выставка военной техники. А в 6 часов вечера начнут работу концертной площадки. Ровно через час в 19.00 стартует «Бессмертный полк». Завершится праздничная программа концертом «Победный май». В 10 вечера над Оренбургом раздастся «Салют». Обо всех этих мероприятиях подробнее расскажем в эфире ОРТ. 9 и 10 мая в эфире специальные выпуски «Новостей дня». Настоящий солнечный подарок на 9 мая преподнесла природа. По прогнозам специалистов, завтра Оренбуржия ждёт тёплая и ясная погода. Порывистый южный ветер, который принёс тепло в регион, к середине недели стихнет до 8 метров в секунду. Но, по прогнозам синоптиков, в четверг Оренбуржия продолжает оставаться во власти антициклона. Поэтому будет преимущественно без осадков. Температурный фон будет достаточно тёплый. Ночные градусы температуры будут равеннее плюс 7, плюс 12 градусов. Дневные – плюс 25, плюс 30. Начиная с пятницы в восточных районах области возможны кратковременные осадки и грозы. Но, несмотря на дождь, температура воздуха останется достаточно высокой – до плюс 27 градусов. В связи с этим на территории региона сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. Региональный МЧС предупреждает об ответственности за неосторожное обращение с огнём. Вся область сейчас готовится к одному из главных праздников нашей страны. Автолюбители вносят свой вклад, украшая транспортные средства разнообразными стикерами. Все они посвящены военной тематике. На Берлин, спасибо деду за победу, всевозможные звёзды и танки – такие стикеры пользуются большой популярностью у автомобилистов. Модная тенденция таким образом украшать свою машину зародилась около четырёх лет назад. Пик популярности пришёлся на 2015-й, когда вся страна отмечала 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Олег ежегодно покупает наклейки с символикой Дня Победы, считает их неотъемлемой частью праздника. Я считаю, что любой более-менее сознательный гражданин как-то должен выказать всю свою скорость, все те чувства, которые он ощущает в этот праздник в Великой Отечественной войне. Я считаю, что вот эти ребята, которые стоят на дорогах, продают это всё, я считаю, что они молодцы. Просто хотя бы они что-то вносят в свой, так сказать, вклад. Атрибутику к празднованию 9 мая продают каждый год. Однако некоторые предприимчивые граждане делают это без регистрации. Отметим, что за это предусмотрен штраф до 2000 рублей. Однако это не пугает уличных торговцев. А сейчас к другим темам. Не могут вернуть свои деньги. Вкладчики потребительского кооператива «Семейная копилка» столкнулись с проблемами. Несколько десятков человек безуспешно обращаются в офисы компании. Ситуация длится уже несколько месяцев. Разобраться, кто прав, кто виноват, пыталась наша съёмочная группа. Высокие проценты, быстрые выплаты – такой рекламный слоган привлекает множество клиентов. Разбираться в пунктах договора, когда на горизонте такая прибыль, будет не каждый. Я открывал ещё в 2017 году. Продлевал просто. Думал накопить денежку. Пришёл сегодня снимать окончательно. У них телефон не отличает и закрыто всё везде. «Семейная копилка» принимала сбережения граждан. Взамен обещала начислять ежемесячные проценты. Несколько месяцев назад выплаты прекратились. Несмотря на это, компания продолжала принимать вклады. Об этом говорят сами люди. Новые клиенты заверяют, о случившемся их не предупредили. Я была там 20 апреля, открыла вклад свой, принесла денежки туда. Мне даже, ну как, наобещали под 17% годовых. Но я вклад открыла на полгода. Семейная копилка не является банком или банковской организацией. А значит, средства вкладчиков не защищены системой госстрахования. Счёт людей, которые столкнулись с такими проблемами, по некоторым данным, идёт на десятки. Суммы вкладов самые разные. От пяти тысяч до нескольких миллионов рублей. Вкладчики собираются у дверей семейной копилки не первый день. Если поначалу сотрудники компании просили подождать несколько месяцев, то теперь, по словам людей, вовсе перестали выходить на связь. Двери офиса сейчас закрыты. Связаться с руководством кооператива сейчас невозможно. Сайт компании не работает, указанные в интернете номера телефонов не отвечают. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Проблемах вкладчиков уже разбираются в правоохранительных органах. Граждане обратились в полицию. По данному факту мы проводим проверку, пока часть которой будет принято процессуальное решение. Проверка идёт. Вкладчикам остаётся только ждать, пока они безрезультатно пытаются связаться с руководством семейной копилки. Вячеслав Кампа, Константин Воробьёв, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Участники преступной группы, ввиняемые в разбои, предстанут перед судом. Следователи закончили расследование громкого уголовного дела. На Орского бизнесмена злоумышленники напали днём. Угрожая оружием, похитили крупную сумму денег. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые заранее готовились к совершению преступления. Приобрели автомобиль и установили на него похищенные номера. На протяжении трёх недель злоумышленники следили за потерпевшим. Вооружённое нападение они совершили в тот момент, когда пострадавший выходил из дома. При себе у него была крупная сумма – почти полмиллиона рублей. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что один из мужчин направляет на жертву предмет, похожий на оружие. Арчанин пытается скрыться от злоумышленника, но безрезультатно. Установить личности злоумышленника и его подельника удалось почти сразу. Оба они были задержаны. В суде во время решения вопроса об избрании меры пресечения один из обвиняемых не скрывает улыбки. Известно, что возможным преступникам грозит до 12 лет лишения свободы. А сейчас к новостям спорта. Во Дворце культуры и спорта «Газовик» прошёл открытый областной юношеский турнир под зюдо на призы героя социалистического труда Юрия Вышеславцева, бывшего руководителя «Оренбург-Газпром». Подробнее о состязаниях смотрите в нашем следующем сюжете. Броски, болевые приёмы. 85 зюдоистов, 9 весовых категорий. Многие в этом турнире участвуют не впервые. Дзюдо для них не просто спорт, это жизнь. Я рассчитываю только на первое место. Я пришёл побеждать только. И сейчас пробую новые приёмы в этой борьбе. Это пол моей жизни заняло дзюдо уже. Я тренируюсь достаточно давно. И показываю уже неплохие результаты. Противники очень серьёзные, здесь сильные. Не надо расслабляться. Это очень для меня важное соревнование. Потому что я уже, ну, часто уже беру места на разных турнирах. Начало этому турниру положили областные соревнования на призы «Оренбург-Газпрома». Позже его стали проводить в честь бывшего начальника предприятия, героя соцтруда Юрия Вышеславцева. Здесь участвовали будущие победители, призёры всероссийских соревнований, международных соревнований. И качество проведения этого турнира и организации позволило Оренбургской области впоследствии проводить Кубок Европы под дзюдо. На татаме спортсмены из областного центра Орска, Бузулука, Кувандыка, Тоскова, ЗАТО, Комаровский, а также гости из Кумертао. Сила, мужество – это здоровье наших молодых парней, которые показывают истинные результаты и, в принципе, растут некоторые уже в настоящих больших спортсменов. Помимо этого турнира, общество «Газпром-Добыча Оренбург» выступает организатором и состязаний по другим видам спорта. В честь и память о своих выдающихся работниках. Елена Ерёвна, Константин Воробьёв, Новости дня. Именно так выглядит информационная картина этой среды. Оставайтесь на нашем канале. Прямо сейчас мой коллега Анатолий Юденич познакомит вас с новостями спорта. Уже завтра наша страна будет отмечать один из самых главных праздников. В эти дни желаю вам ярких эмоций и хорошего настроения. До встречи в эфире. Стройте. Отличный цемент для стройки любой. Покупай в Суперстрой. Пожалуй, лучшее предложение от лучших заводов России. Суперстрой. Хорошо, когда всё под рукой.